Всем привет, всем доброе утро. Мне кажется, с появлением машины в нашем доме, моего мужа дома просто невозможно поймать, потому что он постоянно находится здесь. Привет. Что ты делаешь? Пылесосик. Пылесосик? А вы же с появлением машины в нашем доме, тебя дома удержать невозможно, ты постоянно здесь. Да, это что? Ужас какой-то. Я пойду, буду готовить суп. Вы очень давно просите рецепт, я даже не начинала готовку супа, хотя могла уже его приготовить, он бы уже был готовый, но я не начинала эту готовку, потому что обещала всё-таки вам когда-то показать этот рецепт, по которому я готовлю. Вот, поэтому сейчас будем вместе с вами готовить, вместе с вами смотреть на рецептик. Рецепт у меня очень простой и очень-очень вкусный. Ну, по крайней мере, мы с Андреем от него обалделены. Значит, для того, чтобы начать готовить суп, у меня просто одна комфорт, а так бы, если бы у меня было две, то я бы поставила уже мясо вариться. А сама приступила к зажарке. Да, этот суп я делаю с зажаркой. Можно и без зажарки, но мне больше нравится так. Я беру морковку, нарезаю. Потом мне понадобятся грибочки. Грибочки я каждый раз добавлю столько, сколько в этот раз хочется. Сегодня, например, добавляю все грибы, которые у меня есть, чтобы был очень-очень-очень грибный суп. И долька чеснока. Это для вот того, чтобы жарить. А, и луковицу в этот раз ещё добавлю. Вот. Сейчас нарежу морковку. Я, в принципе, это делаю всегда вот так. Я ставлю уже на плиту сковородку и туда всё ссыпаю, а потом просто включаю, она сразу греется и начинает завиться. Вот. Всё, короче, происходит от отечественной. Вот. Поэтому сейчас будем нарезать морковку. Мы с вами нарезали, в принципе... Мы нарезали с вами грибы, лук. Осталось только всё это заправить чесночком. Я беру одну головку чеснока. Чеснокодалку. Сейчас мы её почистим. И будем включать. Я просто хочу это всё вам сказать до того, как я включу плиту, потому что плита у нас на видео почему-то очень глушит звук. Вот. Одну головку. Сейчас. Вот так. Ломбительно. Выдавливаю прям над грибочками. И срезаю этот чесночок туда в грибы, отправляю. Сейчас сразу при вас покажу, что дальнейшее я делаю. Я беру... Сейчас. Беру перец чёрный. Мне красный нельзя. Обычно я красным это заправляла, пока была беременной, до беременности. Вот. Беру чёрный перец. Много вот так вот его использую. Потому что это придёт такую остринку, перчинку. Супчику потом нашему. Беру перчика много и солю солькой немножко. Не сильно много. Вот. И всё. И мы это всё жарим сейчас. И потом будем всё забрасывать. Мясо у меня подготовлено. У меня мясо индейки. И вот у меня картошечка. В принципе, это всё, что нам надо. Жарим. Смотрите, дожариваю вот до такого состояния. То есть, немножко прижариваю грибочки. Всё это зажаривается. Очень начинает ароматно на всю кухню пахнуть. Вообще на весь дом. Грибочки с чесночком. Боже, это божественно. Так, это я оставляю. Снимаю с плиты. Так как у меня керамогранит вроде как. Ну, вот это, короче, половая плитка. Я могу спокойно ставить эту на плитку. Так, теперь мы отправляем туда уже подготовленные. Сейчас покажу, что. Уже подготовленную картошечку и миску. Я ставлю это на максимум, чтобы оно быстро сейчас закипело. Собрать пенку. Забросить это. И забросить сейчас покажу, что ещё нужно. Вообще, самый главный рецепт это готовить суп с самыми любимыми и дорогими помощниками и людьми. В общем, ребёнок наш проснулся. Ой, не переворачивайся, кайна. Я уже придумала, куда прийти переведение. Жду, пока закипит супчик. Зажарка здесь очень вкусно пахнет. И как только закипит, я начну всё здесь нарезать и готовить. Вернее, забрасывать. Сейчас вам покажу, что ещё я добавляю в суп. У меня здесь есть разные виды заморозки. Мы покупаем их отдельно. Это очень-очень удобно, потому что каждый раз ты можешь себе запросить то, что ты хочешь. И приготовить любого момента то, что ты хочешь. Значит, у нас есть брюссельская капуста. У нас есть брокколи. У нас есть посоль. И есть цветная капула. И все это я нарезаю. Ныне супер большой. Так, я уже досточку туда кинула. Потом придётся нарезать рукой. Сейчас будем это всё резать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! То, что я и говорила. Я собрала пеночку. Отправляю. Заморозку наношу. И сейчас ещё дополнительно отправлю. Вот. Дополнительно отправляю в фасоль. Вот так. И также зажарку, которую мы тоже с вами заранее подготовили. Теперь в это дело мы добавляем ложку соли. Я надеюсь, меня слышно, потому что я знаю, что гриба перекрикивает очень сильно, глушит звук. Ложку соли добавляем. Так как мы солили грибочки не сильно, нам ложки будет достаточно. Главное не переборщить. Добавляю чёрного перца непосредственно в сам ещё суп. Я тоже так перчу его. Ну, так, чтобы было остренько и вкусненько. Поперчили. Теперь добавляю саванскую соль. С травами. Я её чуть-чуть добавляю. Также сюда добавляю укропчика немножко сухого. И петрушечки тоже сухой добавляю. И всё, в принципе. Теперь оно всё будет у нас вариться. На моей плите оно варится... Сейчас перевернём камеру. На моей плите оно варится где-то полтора часа. И суп готов. Да, чуть-чуть просто не такая мощность у плиты. Ну, короче. В общем, на моей плите готовится долго. Но вкусно. Очень-очень. Вот такой суп получается. Я ещё потом вермишельку добавлю в конце. И всё. Сейчас он может стоять, вариться. И, в принципе, ему ничего не нужно делать. Он не требует никаких вмешательств дополнительных. Поэтому сейчас можно идти и заниматься своими делами. Всё, забрали. Мы автокресло с почты. Вот такое у нас кресло. Эль Камино. Ну, подробный обзор я сделаю вместе с Андреем. Сегодня он когда вернётся сейчас. Мы его уже посмотрим, распечатаем. И поставим его в машину. Протестим с данным его. Конечно, я расстроилась, потому что я заказала тёмно-серый. Но нам прислали просто серый. Но я решила уже не возвращать. Решила всё-таки уже оставить этот. И, как бы, ничего страшного. Потому что, как бы... В общем, не захотела я возвращать, чтобы уже было у нас автокресло. Чтобы была возможность посадить Дана наконец-то нормально. Сесть тоже самостоятельно нормально. То есть, вот, заказали уже. И нам привезли, конечно, не того цвета. Но это ничего страшного. Этот цвет тоже очень красивый. Но хотелось бы Dark Grey. Поэтому это немножко так обидно было сейчас. Но я проверю. Может, я что-то ошиблась. Может, я сделала заказ неправильно. Сейчас я посмотрю. Дан, давай проверим. Мама сделала правильный заказ. Давайте. Захожу на розетку. Заказывала на розетке. Потому что там выгодные условия были по доставке. А цена приблизительно везде одинаковая. Так. Я заказала. Всё, я молодец. Это я заказала Royal Grey. Не Dark Grey, а Royal Grey. Всё. Это я тупанула немножко. Ну, ладно. Вот просто. Сейчас покажу, как выглядит это автокресло. Вот. Автокресло в Dark Grey цвете. А вот сейчас... Ой. Сейчас. Одну минуточку. Вот. Автокресло вам. А вот так вот выглядит то, которое нам пришло. Автокресло вот. Светлее. Ну, тоже красиво. Тоже неплохо. В общем. Ехали мы за автокреслом. А потом хотели поехать. Я там хотела кое-что купить. Но выскочила снова у нас в машине ошибка по поводу датчика коленвала. И с такой ошибкой долго нельзя тянуть. Потому что просто в один прекрасный момент на УСТО придётся буксовать машину. Мы не хотим буксовать. Поэтому Андрей... Ну, приехали домой. Андрей сел на мотоцикл, съездил, купил датчик коленвала. И поехал также на УСТО, узнал, где нас могут сегодня принять, сделать это, сколько это будет стоить. И приехал за машиной, забрал машину и только что уехал. Вот. Поехал делать это, чтобы мы могли спокойно ездить. Есть ещё какая-то ошибка. Тоже по поводу не уточним. Тоже нужно будет устранить эту проблему. Потому что нельзя запускать с машиной. Это уж точно мы знаем. Потому что, в общем, теперь готовы наконец-то рассказать. Потому что мы продали наш автомобиль. У нас был Renault Kanga 2016 года. И мы его продали. Он у нас был грузовой, двухместный. И ещё и база короткая. То есть, если поставить переоборудовать, поставить две сидушки. Очень маленькая машина получается. При этом очень громкая машина. При этом там нет кондиционера. Короче, мы решили, что мы не будем ни переоборудовать, ничего не делать. А будем её продавать и покупать новый автомобиль. И мы планировали, так как мы Kanga гнали с Голландии, планировали ехать. За машиной, за границу. Но потом я уже была на последних месяцах. Было на девятом месяце. Было нелогично ехать. Потому что вдруг начну рожать. Всё это отложилось. Эта поездка перенеслась. Потом я родила. Тоже мы ещё месяц я родила. То есть, как бы маленький ребёнок. Привыкали к нему. И потом закрываются границы. И сейчас просто не хотелось рисковать с собой. Ехать за границу. Потому что можно в обсервации попасть. Между прочим, многие перекупы сейчас не едут за границу. Они сейчас работают только в аукционном режиме. То есть, покупают, заказывают машины. Потом их автовозами приводят. И они уже растамаживают. Так что, вот такие вот у нас дела. Купили мы машину здесь. А по поводу нашего Рано Канга. Мы ничего в нём не делали. У нас там были проблемы с топливным баком. Ой, с топливным баком. С топливным насосом. В общем, вся ходовка у нас уже была убита. И продавали мы, конечно, машину уже в очень плачевном состоянии. Просто можно было её не продавать. Но всё равно мы понимали, что это нелогично. Не продать этот автомобиль. Мы хотели его менять. Потому что с ребёнком хотелось бы кондиционера. Да и нам хотелось бы уже и кондиционера. И более какой-то другой автомобиль. В общем, хотелось чего-то нового. Чего-то, может быть, получше. Но мы сейчас очень не жалеем, что мы продали. Мы очень счастливы. Хотя был момент отчаяния, когда мы очень жалели. И расстраивались, что мы продали этот автомобиль. Что лучше всё сделать. Но когда мы всё-таки нашли автомобиль новый. Купили его. Сейчас мы 100% могу сказать, что мы не жалеем. Какие бы здесь сейчас проблемы не возникли. В нашей машине там было тоже очень много проблем. И как бы всю ходовку нужно было перебирать. В общем, решать там было тоже очень много чего. С электрикой там у нас тоже возникли большие проблемы. Там это тоже полный настоящий ремонт. И устранение той проблемы, которая возникла. Было бы у нас на долларов бы 500 и больше. Плюс ходовка, плюс топлива. Ну, короче, там была очень такая приличная сумма выходила. Поэтому мы не жалеем, что мы её продали и поменяли. Автомобиль на новый. Да, мы уступили в годах. Но этот автомобиль комфортней. То есть он большой для нас. Ну и этот уже более семейный. То был именно такой вот автомобиль для нас с Андреем для двоих. Такой типа загрузить друзей в багажник. Ну, такой, короче, автомобиль был более не семейный для нас. То есть мы тогда рассматривали с точки зрения автомобиль как автомобиль. А сейчас мы, когда у нас есть данные... Ну, когда я была беременна, мы уже задумывались о том, что нам не подходит так. Мы должны то-то, то-то, то-то вот так. Короче, у нас было очень много критерий. И эти все критерии не совсем помещались в ту сумму, которая у нас была. В общем, поэтому... Поэтому это затянулось на очень долго. Это покупка... От продажи до покупки нового автомобиля. Вот. Но мы очень счастливы, что всё, у нас есть новый автомобиль. И все вопросы, которые в нём возникают, это не критические. Ну, и в любой бы машине это нужно было бы решать. Поэтому мы очень счастливы, что решаем сейчас эти все вопросы. И всё. И теперь мы точно убеждены, что запускать ничего нельзя. Потому что если запускаешь, потом... Ну, просто ты... Не то, что не в силах. Но это просто, знаете... Не то, что не в силах ты это всё сделаешь. Ты в силах это всё сделать. Но просто это всё одновременно. Одновременно оплатить такой большой объём работы невозможно. Ну, по крайней мере, для нас это невозможно. Потому что это либо не жить, либо... Либо иметь больше возможностей. Но так как мы пока не имеем больших возможностей, мы отталкиваемся от наших возможностей. Понимаем, что мы очень глупы были, когда не делали всё вовремя, а всё запускали. Потому что потом мы это сделать всё не могли одновременно. А оно всё требовало одновременной работы. Потому что в какой-то был прекрасный день, мы бы просто оставили во дворе машину и ждали, пока мы сможем всё это сделать. Вот. Поэтому мы продавали автомобиль с таким... Как сказать... Не то, что с двоятым, но с разными чувствами. И с радостью, и с грустью того, что мы остаёмся сейчас без автомобиля на неопределённый срок. И когда мы уже время решение искать автомобиль, мы понимали, что года мы уже не возьмём. А если возьмём, то это автомобиль такой какой... Ну, который просто... А зачем такие года, если этот автомобиль ещё попал? Поэтому... Затянулась наш поиск надолго. Потому что было сложно понять, что мы можем взять на наши деньги со всеми нашими требованиями. И чтобы это был вариант тоже не... Чё попало. Вот. В принципе, всё. Сейчас дан ползет. Он у нас ползает уже... Ну, он не то, что ползает, но он перебирается. Он путешествует по коврике, по кровати. Где его оставишь, там он и будет путешествовать. В общем, развлекается по мере возможности своей. Я развешиваю бельём. И сейчас с ним, я думаю, будем смотреть или мультики, или играться. В общем, будем как-то развлекаться. Потому что по дому мы сегодня с Андреем вдвоём всё сделали. И даже успели сегодня поработать. Вот. Сегодня мы большие молодцы. И ещё и успели поехать на СТО, начать решать все вопросы. Вот. В принципе, всё. Больше... Больше нечего дополнить на данную секунду. Развешиваю бельё. Так, ну что, мы все дела переделали с Данулькиным. Он сейчас в переноске пленники закутан. Дышим свежим воздухом. Я Дана уже искупала. Он у нас чистенький. Кашу съел практически сегодня всю. Прямо меня это очень сильно удивило. Но реально, кашу съел практически всю. Бойту ещё и ночного чая. Уже спать хочет. Но мы как раз таки ходим. Гуляем. Дышим свежим воздухом. И пытаемся так улюляться. Потому что так проще улюляться. Когда Данулька в переноске засыпает. Ждём нашего папу. Папа наш на работе сейчас. Вот. Он поменял всё. Ему очень это быстро заменили. Он купил датчик, поменял. Всё, слава богу. Нормально. Потому что... В общем, что за проблема с датчиком? Он перестаёт переключать передачи. А у нас коробка автомат. Робот автомат. Короче, вот это робот. Роботизированная коробка передач. Вот. Она начинает переключать в мануал. То есть в режим, когда ты вручную переключаешь передачи. И в этот. Короче, начинает глючить. Очень сильно. То есть она переключает в автомат. В мануал. Автомат, мануал. Мануал это когда сам переключаешь передачи. А потом вообще перестаёт заводить. Поэтому решили этот вопрос сразу. Слава богу. Надеюсь, что ничего там не выскочит. Что всё. Решён вопрос по поводу коробки. Вот. Ходим. Дышим свежим воздухом. Мы полили здесь на сад. Чтобы он свеженький был. Но здесь очень даже свежо. Данулькин угрелся в пледике. Кайфует. А мы всё ходим, ходим, гуляем, прогуливаемся здесь и дышим. Вот такие вот у нас делишки. И я дышу. У меня всё поделано. Все делишки. Жду, когда до нуля уснёт. Хочу накрасить ногтики. Вот. Сделаю один лак. Я себе заказывала лаки. Но они не пришли. Очень расстроена. Хочу сейчас заказать. Но, блин. Ну, в принципе, эти цвета актуальны будут и осенью. Но я надеялась, что они уже придут ко мне. Но нет, увы. Вот так вот. Так бывает. Но ничего страшного. Так. Блин, у меня кваса нет. Хочу пить. Хочу квас пить. Воды не хочу. Хочу квас пить. Очень хочется его. Прям сильно. Вот. У нас тут абрикосы цветёт, пахнет, падает. И пчёлы из-за неё летают. Надо собирать эти абрикосы, потому что... Бедно. Фруктовые деревья, на самом деле, это такой... Еморой. Потому что они постоянно падают. Вот это всё. Короче, киси-миси, биси-иси и всякое такое. Неприятности. Фух. Я так проверяю. Уснул ребёнок, потому что тишина полнейшая. Но он дышит себе за воздухом гуляет, отдыхает, лилоксилит, кайфует. Ну, я думаю, что... Оп. Мне показалось? Нет, мне не показалось. Мне кажется, что кто-то сейчас уснёт. Случайно. И уйдёт в ночной уже сон. Потому что уже самое время, да, кого-то уже начало рубить. С кем-то мы хорошо гуляли. Вот так и всё происходит. Будем дальше ходить ещё, чтобы он крепенько уснул. Ну, я знала, что я пледиком его закутывал, но греется. Сейчас пришёл на улицу так. Довольно-таки прохладненько. Я его укутала. Всё. Пит. Гуляли с ним. Для того, чтобы он был на свежем воздухе. Ну, плюс погода очень классная. И вечерочек приятненький. Там небо такое красивое. Смотрите, какое класс. Так что... Дышим свежим воздухом. Люляемся. Такие вот дела. Буду, наверное, сейчас укладывать до нулю. И займусь ногтями. Ну что, наконец-то Андрей вернулся с работы. Мы сейчас будем распаковывать наше автокресло, которое мы заказали нашему сыночку. Так, это у нас модель Эль... Вернее, фирма Эль Камино. Модель у нас Эволюшн 360. Это автокресло максимальное в возрастной категории. То есть, от самого нуля до 36 килограмм. То есть, до 12 лет. В цвете оно у нас Royal Grey. Есть еще темно-серый, который я хотела. Потому что это было бы в стиль нашей коляски. Но я тупанула. Заказала не тот. И мы уже не возвращали. Потом бежевый есть и красный. Давай распаковывать. Я готов снимаю. Жду. Вытаскивай еще сюда. А, ты его там в коробку раскрывай, а потом вытащишь. Ребенок спит. Плохо на жену точил. Там вроде хорошо точил. Вон она такая здоровенная. Она 10 килограмм весит. Класс, давай распаковывайся. Так, аккуратно. Класс, какое оно крутое. Прикольно. Надеюсь, оно Данулькину понравится. И ему будет удобно. Ты как думаешь? Не знаю. Надеюсь. Инструкция. Вот здесь вот регулируется в три положения. Положить его можно? Да, можно. Таким образом не будем. Где-то видишь, вот тут есть ручей. Не, это из эффекса. Это то, что вставляется. Не, где-то здесь есть трюйцовки. А, вот. Вот здесь, наверное. Нет. Господи. Не, за это не то. Да не то это. Я нашла, вот. А, ты нашла? Да. Все. Это максимум? Да. Вот только ли? Да. Это третье положение. Класс. Оно крутится на 360. Каким образом? Крути. О, вот эту красную кнопку внизу нажимаешь, и оно крутится. Но его в положении надо сидячим крутить. Не в третьем, а в первом. Понял? Угу. Ты не докрутишь. Вот так. Смотрите. Это все, короче, снимается. Вот это тоже регулируется. Это вот здесь нажми, и вот здесь одновременно. И это опускается, поднимается вверх. Что? Нет, здесь. Нет, просто нечего. А ты нажми. Господи, я не знаю. Где-то есть рычажки, значит. Где-то. Вот. Нашла. Вот. Оно потяни там. Максимум вверх и максимум вниз. Все, это максимум. Вот так. Короче, прикольно. Что это? Это зачем? Подлокутник. Только не ломай. Что это такое? Зачем это такое здесь? Просто для красоты? Не может быть. Давай, может, все-таки поинтересуемся здесь что-то. В общем, оно очень красное. Нам оно нравится. Главное, чтобы оно понравилось. Угу. Я думаю, ему понравилось вот эти все-таки мягенькие, приятненькие штучки. Инструкция. О, давай, покажем инструкцию. Так, впереди ставить нельзя, с другим, блин, тоже нельзя. А у нас впереди есть. Да, под вопросом посредине. Если там есть система изофикс. Так, вот, надо придетить. Так, ребенку удобно, наверное. Угу. Что еще? Тут потяните уже закрыто. Печерку. Вот. Понял? Ага. Короче, надо понять. Угу, да, ну, будет крылья. Вот так вот, соседаясь. Это вот обворачивается вокруг шеи. Ха-ха-ха. В общем, прикольненько. В общем, будем тестировать. Дай, на секунду. Вот. Полностью наша модель. Будем тестировать, потом я скажу вам, как нам понравилось или не понравилось, как до нуля отреагировала. Я думаю, мы это покажем, да? Угу. Ну, в общем, простое, прикольное, интересное. Так, ну что, ребят, мы распаковали, да? Да. И будем сейчас отправляться в душ и ложиться спать. Потом всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, и всё. Всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok